Большая масленичная неделя позади и заканчивается она, как обычно, всеобщими народными гуляниями и весельями. По всему району прокатилась череда народных гуляний с песнями, шутками, веселыми конкурсами, где каждому показали свою удаль, силу, меткий глаз. А финишировали гуляния в Пушкино на Советской площади. Финал мероприятий мы хотим так, чтобы действительно сегодня прощенное воскресенье, широкая масленица, чтобы люди отдохнули перед Великим постом, скоро весна. Поэтому мы хотим, чтобы сегодня был русский разгуляй, чтобы люди отдохнули душой, сердцем. Масленица, как всегда, это дни всеобщего веселья, разгула и пиршества. В это время все гости праздника угощаются блинами, развлекаются, слушают народные песни, смотрят представления. Кульминация гуляний состоится к вечеру, когда, прощаясь с зимой, сожгут чучело масленицы. А пока старый млад находит на этом веселом празднике развлечение по себе. Сегодня праздник масленицы, как мне кажется, удался, потому что сама погода нам сегодня благоволит, светит солнце, очень мало облаков на небе, зато много людей, много детей, у всех на лицах улыбки, у всех радость. С праздником вас, друзья, с широкой масленицей! Все масленицы – это подготовка к Великому посту, который предваряет главный христианский праздник – Пасху. И пожелания отцов церкви и города пришлись очень кстати. Я сердечно всех вас поздравляю, желаю Божьей помощи, и чтобы Господь помог всем нам пройти поприще Святаго Великого Поста и поклониться Святому Христову Воскресению. Храни вас всех, Господь, с праздником всех вас! В продолжение крича того, о чем сказал отец Иоанн, желаю всем за стол присесть, блинов с икоркой поесть, сжечь бабу, зиму проводить, меня за все прошу простить. С праздником вас! И вот главное действие праздника – сжигание чучела масленицы и провода настоящей русской зимы. Ну а гуляние на этом не закончилось.